Саратов История Спаса Преображенского мужского монастыря началась в конце 17 века. Тогда он находился в районе Глебучего оврага. После пожара, случившегося в 1811 году, было решено начать новое строительство на пятой версте Московского тракта. Соборный храм считался одним из самых красивых в Саратове. При монастыре были своя больница, богодельня и школа-приют для сирот. В советское время эти стены постигла участь многих церковных зданий. Почти 70 лет территорию занимало военное училище. Возможно, не все знают, что предшественником военного института химической защиты было пехотное училище. Оно открылось здесь в самом начале 1942 года. По ускоренной программе там готовили командиров стрелковых, минометных и пулеметных подразделений. В 1943 году в списке курсантов появится имя Петра Тодоровского. Через год лейтенант Тодоровский будет отправлен на Первый Белорусский фронт. В боями он пройдет до Эльбы. В Саратов вернется спустя 20 лет после окончания училища. Для того, чтобы начать здесь новый этап своей биографии. В 1965 году на экраны вышел художественный фильм «Верность». Он стал режиссерским дебютом маститого к тому времени оператора Петра Тодоровского. Это была и первая работа в кино «Булата Акуджавы». Известный поэт и исполнитель собственных песен стал соавтором сценария. Фильм «Верность» стоит в начале послужного списка инородного артиста России Владимира Краснова. В те годы актер Московского художественного театра имени Чехова играл на сцене саратовского «Тюза». Приглашение на съемочную площадку стало для него полной неожиданностью. У нас же как раньше было? Партия сказала, комсомол ответил есть. Надо, а мне сказали, надо. Ну я надо, значит, прошли. Ну были случаи, когда мы отпрашивались, мы с Ашеровым. Нас Киселев отпускал, потому что мы были, в общем, первачи в театре. И он нас допускал, такие нам, ну как сказать, особые для нас, так сказать, условия. Синь, тебе что? Беломороди ставят? Че тебе? Да не в этом дело. Вот. Ты не палач, моя. Ты не палач, моя. Одной из съемочных площадок фильма стала территория Саратовского училища МВД, ныне военного института внутренних войск МВД России. Ведь главными героями были курсанты. Как вспоминал сам Тодоровский, он начал писать сценарий в память о своем друге, погибшем в 1944 году. То есть вскоре после выпуска. Он даже дал романтическому герою подлинное имя Юрий Никитин. Считается, что себя Петр Ефимович вывел в образе хитроватого и предприимчивого Семена Мурги. В фильме есть сцена, в которой ярко проявились характеры и жизненные позиции еще таких юных, но уже очень разных людей. Когда там толпа таких в чем угодно одетых парней, мы друг друга никогда не видали, никогда не встречались. Где набрали? Кто-то знакомится, кто-то не знакомится. Мой герой говорит, да пошли вы. Он был очень самостоятельный парень. Что, климат с нами? Откуда, пацаны? Не тяжело? Я друг, нехорошо. Что? Я говорю, с такими повадками тут не проживешь? Чего? Проживу. Да, брат, я вижу, коллективизация тебя не коснулась. Может, хоть Евангелие знаешь? А я неверующий. Дура. Думаешь, я верю? А ну, раскруйся. Да. Ну-ну. Откройся. Да. Жмот. Чего? Намотки наматываются на шею, чтобы горло не проскутить. Понял? Ты не толкаешь ты, висок? Вали, вали. Откуда буденец? С первой конной. В конце, по сценарию, Строков оказывался героем Советского Союза. Он заканчивал войну со звездой героя. Потом Петр Ефимович понял, что она уводит эта сторона от главного, от героя, который играл Володь Четверек. И он это делал отрезанность. Жалко было? Ну, конечно, жалко. Тем более, первый раз. Я же все-таки... А тут, типа, два-три эпизода, и все. Строков! Ко мне! Что такое? Слушай, Строков. Это... Послушай, значит, ты сегодня наряд ведешь, да? Какой наряд? Я только вчера был. Погоди, погоди. Так, значит, вчера был. Ага. Хорошо. Ну, тогда это, значит. Ну, если вчера был, тогда ладно. Ты был, я был, точно. В фильме... Вот Сашка Потапов, который играл, он все время издевался над этим Строковым за то, что тот ему когда-то сало не дал, кусок от кучи. Вот это на фотографии там есть. И он все время говорил, Строков, ко мне! И Строков обязан выполнить. Строков, человек старшой, он командует. Строков, Кричит. Песня «Стальная птица» 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 Иди колено! И носок! Раз! Раз! Отставить! Учебным полигоном для курсантов из фильма стал микрорайон поселка Юриш. Правда, трамвайные пути здесь давно разобраны. Что касается белокаменной стены, над которой возвышался купол церкви, так это была специально выстроенная декорация. С одной стороны художественный образ, а с другой стороны маскировка новостроек заводского района. И еще один киноприем, который заметят только саратовцы. Герои по сюжету, спешащие к проходной училище, оказываются у сквера на театральной площади. Очевидно, и здесь решающую роль сыграла выразительность кадра. В 1965 году только что законченный фильм «Верность» был отправлен на Венецианский кинофестиваль. Тодоровскому был вручен приз за лучшую режиссерскую работу. Потом были награды всесоюзного масштаба. Однако в одном из последних интервью режиссер признается, что снимал фильм по наитию и назовет свою первую работу детским лепетом. Акуджава и Тодоровский все-таки заговорили о человеке, о душе человеческой на войне. Они первые, по-моему, это сделали. О юной душе. Вообще, Белый лист, то, что Володя играл с Четверяков, это вообще Белый лист. Такие наивные юношеские глаза. Конечно, о войне можно по-другому. Конечно, о войне можно так сыграть, как был месяц май у Хуцеева, как он сыграл. Это просто гениально. Такого не было и не будет, наверное, никогда больше. О войне, как сыграл Петр Ефимович Тодоровский эту роль. Нигде не нажима, никакого не прикида. Черт. Месяц май они победили. Они расслабились, они живые. Вот, наверное, оттуда вот детский лепет. Точно. А ковыру всех пустые. Оружие на фронте дадут. А мне хочется перед ней повсунить. А в ковыре вместо пистолета... В рябке. Ха-ха, точно. Мы тоже сюда допоем. Спустя почти 40 лет после съемок «Верности» Петр Тодоровский вновь приедет в Саратов. В Балашовском районе будут сняты многие эпизоды фильмов «Созвездие быка». Одной из последних работ выдающегося режиссера. У вас есть дома старенький, там телогрейский? Вот, да, там ваш поднял. Надо поднять все старое, что у вас есть. Все сундуки поднять, на чердак залезть. Вот. Мы снимаем, как бы, действие происходит в 42-м году. Если я обратил внимание, я снимаю, ну, у меня фильмы о войне, они... Ну, это о людях, живущих, воры в войне. То ли это на фронте, то ли это луне имеет значение. Это про людей, про их чувства, про их радость и горести. Ну, вот, то есть рассказать людям про них. И так далее. Мы предполагаем рассказать и о других кинолентах, съемки которых проходили в Саратове. Возможно, в вашем домашнем архиве есть фотографии рабочих моментов. Сообщите нам, пожалуйста, об этом по адресу 413004, город Саратов, 2-я Садовая, 7, Вести Культура. Или по адресу электронной почты. Вести.дефис.культура.собака.яндекс.ру А на сегодня все. Увидимся с вами в это же время ровно через неделю. До встречи. Время быстротечно. В прошлое уходит едва закончившийся день. Что же говорить о годах, десятилетиях, веках? Но остаются кадры хроники, фотографии, воспоминания. И, конечно, старые стены, которые связывают времена, поколения, судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok